Идти от жизни, приносить прибыль и подсказывать, куда двигаться отраслям экономики и в целом государству. Масштабные задачи, в том числе и государственной важности, стоят перед ученым Беларуси. Уровень современных открытий и разработок часто напрямую связан с национальными интересами. Причем речь не только о имидже государства на мировой арене, о конкурентоспособности товаров из Беларуси, но и о продовольственной и даже национальной безопасности. Приоритетные направления развития науки до 40-го года собраны в единый проект-стратегию. Его предложили к обсуждению на сайте Национальной Академии Наук. Документ определяет инструменты, которые обеспечат новое качество экономического роста Беларуси. Разработчики делают ставку на развитие IT-технологий, внедрение инноваций на производствах, вовлечение высокотехнологичных проектов в экономику страны, повышение качества образования. Среди приоритетов создание серийного производства электромобилей, развитие робототехники, система искусственного интеллекта, разработка и запуск сверхмалых наноспутников, разработка лекарственных препаратов. Предполагается, что реализация стратегии приведет к наукоемкости ВВП в 3%. Все предложения будут обсуждаться на втором съезде белорусских ученых, который в середине декабря пройдет в белорусской столице. В канун масштабного научного форума наша возреватель Олеся Высоцкая о человеке в науке и о проблемах отрасли. Мы не на съемках клипа и не в игровой. Наблюдаем за симбиозом интеллекта человеческого и искусственного. Павел Кананоевич изучает новинку и, не выходя из кабинета, садится за руль. Я искал, чтобы заняться именно транспортным дизайном в Республике Беларусь. Я думаю, это одно из лучших мест. Вот этот красавец будет скоро убирать столичные улицы. Дизайн разработан здесь, в уникальном для страны компьютерном центре. Направления настолько разные. То есть это и огромные карьерные самосвалы, до каких-то небольших объектов, как коммунальная машина. Проверяем тренды, изучаем потребителя, используем научный подход. С их дизайном бегает трамвай Штадлер, а белорусские лифты удивляют на выставках. Дизайн машин, промышленных объектов – их задача. А в офисе по соседству, к слову, все это в Объединенном институте машиностроения, новинки отрасли тестируют на прочность. Даже краш-тест доступен без мегазатрат. Это сегодня является одним из таких передовых направлений не только у нас, но и во всем мире. Применение цифровых технологий для сокращения цикла производства. Полюби себя самого, и тебя полюбят остальные – известная фраза Дейла Карнеги уместна и здесь. Имидж ученого формируется с малого, но не всегда для прорыва хватает голого энтузиазма. Ученым нужны условия, оборудование, достойная заработная плата. И эти три компонента сходятся вместе не во всех отраслях белорусской науки. У каждого экспериментатора на рабочем месте должно быть свое оборудование, которым он каждый день пользуется. По статье «Укрепление материально-технической базы» это 2-3 прибора в год для одной организации. Но у нас есть еще бюджетное финансирование, например, на проведение научных исследований. Хотелось бы, чтобы мы имели право тратить эти деньги и на приобретение оборудования. Тем не менее, обывательское представление о науке, мол, тихие кабинеты – гений в образах Эйнштейнов, устарело. Академия наук уже не просто кластер мысли, а масштабная научно-производственная корпорация. На рубль вложений 100 рублей прибыли. Пусть не каждая разработка может этим похвастаться, но примеры хорошие есть. Электричество вместо топлива, экология взамен загазованности – от постановки задачи президентом до разработки менее года. Козов сварили на Белджи, дальше дело за наукой. Нужно было собрать под капотом все белорусское. По нашим расчетам и, можно сказать, технологиям, были созданы опытные образцы электропривода, редуктора в различных узлов машины в целом. Но работа еще продолжается. Есть белорусская новинка, о которой ученые пока не договаривают. Речь о накопителе, иными словами батареи, которая в корне будет отличаться от привычных миру литий-ионных. Почему вам не сделать такую, как Тесла? Нам, как науке, неинтересно идти таким же путем, как шли все автопроизводители, которые основываются на литий-ионных технологиях. Это очень грязное производство. Графеноподобный материал более перспективен в качестве веса, цены, при высоких характеристиках электрических. Из проблем науки Олег Киловой называет неритмичность финансирования таких проектов. Для большого дела нужен весомый стартовый капитал, а еще свобода действий, которой у госученых немного. Крупных проектов мы хотели бы сами регулировать его выполнение. То есть на уровне своем между партнерами быстро и оперативно вносить изменения, корректировки. Проход согласований на разных стадиях в министерствах, органах, организациях занимает очень много времени. Зависит от этого успешность проекта. Разработать то, в чем нуждается сегодня промышленность. Одна из проблем связь науки с реальным производством. Здесь, на этом предприятии, в свое время сделали ставку именно на научные кадры. Конструкторское бюро Гомсельмаш в этом году отметило 70. И сегодня это научно-технический центр, комбайны строения, где чтят преемственность поколений, но и дают дорогу молодым. Попасть сюда непросто. Желающих много, хотя еще пять лет назад более привлекательными казались заработки у конкурентов России. Люди, которые создают новые разработки, должны иметь приоритет по оплате труда. Мы постоянно берем новые кадры. До 20-25 человек приходят ежегодно, для того, чтобы не допустить разрыва поколений, чтобы опыт многолетний передавался. Если разработки своего КБ тут же внедряются, то к большой науке есть вопросы. И так у многих наших гигантов. Но и ответ ученых прост. У них нет права на риск. Иными словами, за неудачную разработку придется заплатить. И далеко не венчурному фонду, как это на Западе. Академик Казак, руководитель институтом физики, уверен, стимулировать ученых можно даже внутренними резервами институтов. Мы должны иметь возможность выплачивать зарплату не только с бюджетных средств, но и с других. Но здесь есть определенные ограничения, которые были введены в предыдущие годы. Академик Кельчевский в свое время начинал с разработок, который диктовал экономика и тонкости белорусского земледелия. Главный ученый-секретарь знает все о сильных и слабых местах науки. Бот называет знаковым, и этому есть много примеров. Все это, так или иначе, должно обеспечить комплексную безопасность страны. То есть это и продовольственная безопасность, и военная безопасность, и биобезопасность, и интеллектуальная, и кибербезопасность, и так далее. Вот он, новый «Арселон». Термостойкое волокно – наша разработка, которая позволяет пожарным работать даже в плюс 320. А это дрон с белорусской пропиской. Беспилотники производят более 50 стран. Но наш – не переделка чужого, а собственная разработка. А это уже медицинская наука и разработки, спасающие жизнь. Здесь тебе и экспорт услуг к нам едут, и экспорт знаний мы учим других. А ведь когда-то начинали с рискованной и первой в Беларуси пересадки печени. Это серьезные и глубокие исследования, потому что мы изучали генетический код нашей популяции белорусской. И вот шаг за шагом мы улучшали результаты лечения пациентов. Задача для ученых не закончится никогда, ведь они идут от самой жизни. И запрос на лучшее будет всегда. То, что мир ускорился – это факт. И ученые тоже делают работу над ошибками и видят, где самое время прибавить темп. Олеся Высотка, Денис Соколовский и Денис Гатила рассуждали о науке в главном эфире.